Так, ну что, наверное, давайте уже начинать. Все, кто придет позже, придут позже. Ну что ж, меня зовут Андрей Фильченков. Я сегодня расскажу очень ненавязчивое начало того, как устроены генеративные модели и почему они живут своей отдельной жизнью во всем многообразии моделей машинного обучения. Окей, мы поговорим про то вообще, что такое задача генерации объектов, немножко поговорим про вариационные автоэнкодеры, немножко поговорим про генеративные сети и про то, что можно в генеративных сетях улучшать. Тоже такие очень базовые вещи. Важное из этого будет примерно все. Я постараюсь сделать это максимально кратко. Материалы при подготовке использовали дискурс Артамонова про анализ изображений, замечательный, и Фейфей Ли и ее коллег про конвенционные сети. Окей, ну начнем мы, собственно, с мотивации, зачем все это происходит. Долгое время машинное обучение занималось только дискриминационными задачами. Напомню, что дискриминационные задачи — это задачи, в которых нам нужно что-то от чего-то отделить или что-то предсказать. Ну, например, мы должны по объекту понять, к какому классу он относится. Или мы должны по объекту понять, сколько он стоит. И эти задачи, очевидно, сильно проще, чем задача генерации чего-то нового. Почему? Потому что в случае, когда мы что-то предсказываем, мы предсказываем из довольно ограниченного множества. В случае классификации все понятно. У нас есть конечное довольно небольшое количество классов. В случае с регрессией немножко сложнее, потому что мы уже тут не ограничены ничем. Но все равно мы должны предсказывать вещественное число, ну, в лучшем случае многомерный вектор, довольно обозримое пространство. А вот в случае создания новых объектов мы должны делать что-то, что лежит в множестве, которое довольно плохо представимо. Давайте я пока спрошу вас, как вы считаете задача создания новых объектов? К какому классу задача относится? Ну, например, с учителем, без учителя, частичное обучение, или, может быть, даже обучение с подкреплением. Или, может быть, что-то еще. Чего я здесь не упомянул. Ну, это скорее типа моделирование пространства вероятностями. То есть создание некоторых вероятностных, можно сказать, плоскостей, которые как-то, по которым можно как-то генерировать. То есть если мы в задаче классификации делим просто все на класс больше-меньше, и там класс типа 0.1, и тут можно сказать, что мы моделируем все пространство по вероятности принадлежности к какому-то классу. Так, это очень правильное рассуждение, но оно пока не укладывается в специфику задачи. Задача предсказательных классов. К какому же классу задача относится? Я бы сказала, что это 7 супервайз из этих всех. Почему 7 супервайз? Ну, потому что мы используем все-таки какие-то данные для того, чтобы генерировать то самое пространство, про которое говорилось. Но при этом какого-то четкого алгоритма обучения нет. Так, хорошо. И еще точки зрения? Ну, в АЕ это ансупервайз. Такое доктурнировство, а вот какую-нибудь мотивацию, почему это ансупервайз? Ну, потому что у нас уже не те же картиночки на входе. Ну, в АЕ это на самом деле не одни те же картиночки на входе. Это не совсем так. То есть просто в Тинько-Даре, да, мы хотим восстанавливать то же самое, а в АЕ мы не то, чтобы хотим восстанавливать то же самое. Окей, но нам не нужны в АЕБы все равно. Ну как, тут, смотря, что читать на АЕБОМИ, это прям философский вопрос. Не-не-не, я не пытаюсь оспорить этот ответ, я пытаюсь оспорить эту мотивацию. Ну, то есть, грубо говоря, можно сказать, что мы фактически делим объекты на два класса. Те объекты, которые существуют, отвечают критерии. Ну, скажем, мы генерируем картиночки, чего выходить вокруг, да, около, все и так понимают, что мы будем говорить в большей части по картиночке. И понятно, что не все наборы пикселей являются картиночками осмысленными. То есть, если вы случайно погенерируете картинки, вы, скорее всего, получите что-то похожее на белый шум. Потому что, ну, в общем, при случайном выпадании вероятность того, что это будет белый шум, сильно выше, чем если там будет что-то осмысленное. Даже с учетом того, что человеческий мозг в состоянии ловить паттерны даже там, где их нет, поэтому, и там знаменитые свойства паридолия, когда человек может находить лица там, где этих лиц не должно быть, все равно не помогает. Вот. И тут можно сказать, что мы, как бы, лейблом будет служить то, что объект является картиночкой, класс 1, а то, что объект не является картиночкой, класс 0. И вот так совершенно внезапно, помахав руками, мы добавили лейбл к нашей задачи. Угу. Так, ну, какие... Хорошо, есть ли кто-нибудь, кто считает, что это задача обучения с учителем после моих? После твоих слов, да. Ага. Так, так. Хорошо, ладно, давайте, давайте мы дойдем до этого. Окей, значит, смотрите. Что значит генерить новые объекты, если мы подумаем про эту задачу? С одной стороны, мы бы хотели, чтобы эти объекты были отличны от тех, которые мы уже знаем. То есть довольно бессмысленно копировать. То есть понятно, что можно решить задачу с генерацией картинки кота, копируя известную нам картинку кота. Но это нам не принесет радости. С одной стороны. С другой стороны, мы бы хотели, чтобы то, что мы сгенерировали, все еще было похоже на картинку кота. С котом. И здесь мы в каком-то смысле балансируем между новизной и качеством. Мы видели какое-то количество картинок котов. Мы знаем, что картинки котов, которые мы видели, хорошие. И то, что бы мы хотели сделать, мы бы хотели получить новые картинки с котами, у которых качество не сильно хуже, чем те, которые мы видели. Но при этом мы где-то интуитивно понимаем, что если мы будем сильно изменять картинку с котом, то довольно скоро он перестанет быть картинкой с котом, а то и картинкой в принципе. А станет просто бессмысленным набором пикселей. Это, помните, будет такой арт-проект, когда сжимали картинку с Путиным, и она постепенно теряла в качестве. И чем дальше, тем меньше она была похожа на Путина, и больше была похожа на тот самый шум. Вот. Здесь, в принципе, тоже есть такая дилемма. Если на это смотреть с точки зрения похожести, то чем более похожи мы на то, что мы идентифицируем с картинкой с котами, тем меньше новизны у этого. А чем менее мы похожи, тем меньше эта картинка с котом. В принципе, и как это делать раньше, можно использовать какие-нибудь эмпирические правила, чтобы генерировать новые объекты. Ну, например, мы можем научить алгоритм находить части человека и дальше соединять эти части между собой, так что у каждого человека в итоге будет голова, руки, ноги и все, что там требуется. При этом, поскольку мы выбираем руки, ноги из разных частей, то будет фактически получаться новый объект, класса человек. Он будет выглядеть при должном усердии достаточно реалистично, и при этом никакого машинного обучения мы здесь и не применяем. Точно так же раньше генерился звук, придумывались правила, что вот у нас есть гармоника, некоторые вещи можно соединять с собой, некоторые вещи нельзя соединять с собой, и довольно простые, но приятные мелодии таким образом можно было сгенерировать. Но давайте мы не будем уходить в сторону эмпирических правил, а все-таки оставимся в рамках машинного обучения. И с точки зрения машинного обучения задача генерации новых объектов – это задача генерации объектов, которые являются правдоподобными с точки зрения некоторой предметной области. Если мы говорим про генерацию картинок в принципе, то предметной области выступают картинки. Если мы говорим про генерацию картинок с котами, то предметной областью выступают картинки с котами. Давайте чуть-чуть отойдем от изображения, чтобы было пошире представление. Если мы говорим про генерацию лекарств, есть такая суперклассическая теперь задача, хотя в свое время это был просто безумный прорыв. Генерация лекарств автоматическая. Как она устроена? У нас есть формулы химические, которые обычно пишутся в формате smiles. И нам нужно подобрать каких-то кандидатов, которые бы потенциально могли помогать с лечением того или иного заболевания или как-то улучшать физиологические параметры человека. А потенциальных формул может быть чуть ли не бесконечно много. Там совершенно непречислимое пространство. И генерируя те самые формулы, мы бы хотели, с одной стороны, генерить формулу, которая является лекарством. Понятно, что не любая формула, в принципе, является смыслным химическим соединением. Не любая формула является лекарством. И тем более не любая формула является лекарством, которая позволяет бороться с тем или иным заболеванием. Поэтому каждый раз, когда мы что-то генерим, мы должны пытаться вот это самое сгенерированное делать подобным тому, как устроен объект в этой области. Ну, давайте подумаем. Скажем, мы хотим генерить изображение людей. Значит, мы бы хотели, чтобы само по себе изображение было изображением. Это был бы связанный набор пикселей, в котором бы не было столь же очевидных дефектов. Дальше. Помимо того, что это связан набор пикселей, мы бы хотели, чтобы там был человек со всеми нужными чертами человека. То есть, у него был бы нос, у него было бы лицо и все вот это. А что значит, что нос? Значит, там, скорее всего, должны быть ноздри, там он должен быть определенной формы в определенном месте. А как определяется место? Место — это место на лице, которое тоже должно быть определенной формы, должно быть расстояние между глазами и ртом, вот оно посерединке. И, в принципе, если мы попытаемся как-то разумно сформулировать, а что вообще мы хотим от изображения, мы сделать это не сможем, потому что мы в целом для большинства примеров не сможем полностью выписать, какие свойства мы бы хотели там видеть. И если бы мы, скажем, пытались посредить экспертов, которые должны были это описать, не примеры нарезать, вот именно описать, они бы тоже, скорее всего, не справились. Поэтому мы бы хотели, чтобы машинное обучение помогло нам понимать, а что значит вот это вот правдоподобие с точки зрения всего объекта в целом. Я вам сейчас попытался описать некоторую скрытую структуру, которая описывает признаки визуальные, которые, будучи объединены между собой, некоторые иерархи позволяют оценивать, насколько объект похож на объект из нужного нам домена. То есть положение глаз, носа, рта, их наличие, их форма, их привязка к человеку, собственно, местоположение человека, наличие у него одежды, все вот это позволяет нам идентифицировать изображение как портрет. И хотя мы не можем в явном виде перечислить все эти черты, которые нам нужны, мы совершенно точно можем, во-первых, определять это глазами во всей совокупности, а во-вторых, понимать, что там есть некоторая скрытая структура, которую мы, конечно, не готовы описать, мы не готовы ее разложить по частям, но мы готовы показать очень много картинок с людьми так, чтобы алгоритм сам эту скрытую структуру нашел. Что я только что сказал? Я только что сказал, что у нас есть некоторая скрытая зависимость, метки мы предъявить не готовы, но мы бы очень хотели, чтобы машинное обучение само справилось. Итак, у нас есть множество картинок, и мы подразумеваем, что они все принадлежат к какому-то домену. Мы бы хотели, чтобы алгоритм понял взаимосвязь между пикселей в этом домене и восстановил нам новое изображение. Значит, чтобы это сделать, он должен восстановить эту скрытую структуру. Ну, а восстановлением скрытой структуры занимаются алгоритмы обучения без учителя. То есть, как я уже сказал, здесь весь прикол в том, что мы называем метками. Вот эта самая скрытая структура о том, как устроены изображения, надлежащие к одному и тому же, к одной и той же области, нам не дана. Нам дали только множество примеров, и нам было бы очень здорово, если бы эту самую скрытую зависимость наш, неважно какой именно алгоритм, смог бы находить. Теперь чуть более глубже и чуть сложнее. На самом деле мы, конечно, будем говорить с этого момента не про абстрактные скрытые зависимости, а про скрытые зависимости в форме распределений. То есть, у нас есть некоторое распределение, которое характеризует объект. На всякий случай, над чем это распределение задается, если мы говорим, например, про изображение? Можно еще раз вопрос? Да, у нас... Я хочу говорить про распределения, которые задаются над пространством объектов. Точнее, они не задаются над пространством объектов, они характеризуют объекты. Мы бы хотели бы сказать, что объекты, скажем, с лицами людей распределены определенным образом, в то время как остальные объекты распределены каким-то еще образом. И наша цель – угадать это самораспределение. Так вот, сложный вопрос, потому что, на самом деле, он не сложный, а сложный в такой постановке. Над чем это распределение? Ну, над лантентными переменами внутри нейронки. Мы надеемся, что она выучит. Да, да. Над исходным пространством признаков. То есть, при помощи лантентных переменных нейронки мы, на самом деле, его пытаемся задать, а само оно, как физический объект, живет над исходными признаками, то есть над картиночкой, например. Давайте вернемся обратно к картиночке. Картиночка, как все вы знаете, это матрица значений света в каждом из пикселей. И она довольно-таки высокоразмерна. Прямо безумно высокоразмерна. И если мы будем думать про это пространство, то некоторые из возможных означений всех этих переменных являются приятными глазу картинками. Среди них некоторые являются точным изображением человека. Некоторые являются шаржами на человека. Некоторые являются шаржами с ошибками. Вот давайте мы возьмем все эти изображения, которые мы считаем изображениями человека. И посмотрим на то, как устроено распределение над всеми значениями пикселей. Оно как-то устроено, поскольку там есть скрытые зависимости. Эти скрытые зависимости на самом деле являются условными зависимостями между разными переменами. И вот эти самые скрытые зависимости мы бы хотели восстановить. Что эквивалентно, мы бы хотели восстановить это самое распределение. То есть понять, как устроено распределение над всеми пикселями тех картинок, которые являются портретами. Сделав это, обладая этим самым распределением, мы, в общем-то, все, что должны сделать, это сгенерить новый объект из этого самого распределения. Тем самым мы получим новый объект, относящийся к тому же примеру. К тому же домену. Простой пример. Допустим, у нас есть все возможные числа, но только некоторые из этих чисел могут выпасть в качестве результата броска кубика. Мы годы собирали данные и посмотрели на все возможные варианты бросков кубика. А в идеале мы должны выучить такое красивое ступенчатое распределение, где значения 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются равновероятными, а все остальные значения имеют вероятность 0. И вот, собрав кучу бросков кубиков, мы восстановили это распределение и теперь можем посамплить из него какой-нибудь объект. Ну, скажем, мы посамплили его по тройке. Тройка вполне похожа на результат броска кубика. Здесь мы говорим про одномерный случай. Ну, а картинки и вообще примерно любые другие объекты, про которые мы вообще с вами будем говорить, это сложные многомерные объекты, но принцип там тот же самый. Мы должны понять, как устроено распределение над ними, и как только мы это поймем, мы фактически решаем задачу генерации, просто используя это распределение для генерации этих объектов. В каком-то смысле, если мы сможем как-то алгоритмически это распределение задать, ну, а как алгоритмически его задавать, ну, собственно, нейрон, например. А дальше, сэмпли из него, мы будем получать новые объекты из того же самого домена. И здесь самое главное теперь, как, собственно, это распределение восстанавливать. И это, в основном, это классическая задача обучения без учителя. Собственно, обычно, правда, ей занимаются для дискриминации. То есть, скажем, тот же байсовский классификатор основан на том, что мы пытаемся восстановить, как распределены объекты в классах и дальше уже сравнивать, с какой вероятностью объект он лежит этому классу, с какой этому, и дальше выбирать в зависимости от функции потерь, куда бы нам выгоднее было его отнести, чтобы минимизировать риск. А здесь мы будем восстанавливать, но не чтобы что-то классифицировать, а чтобы просто из него вынимать. А есть ли здесь вопросы? Так, да, давайте двигаться дальше. Окей. Как все это выглядит формально? Значит, у нас есть какие-то тренировочные данные, мы будем их называть p-data, и всегда, всегда теперь мы будем говорить только про распределение. Эти самые p-data мы можем насемплить откуда-нибудь, гравить картиночек, мы можем, собственно, порисовать картиночек, ну, не важно. Важно, что у нас есть куча образцов, и дальше мы над ними считаем распределение, оно сложное, тем не менее, мы это можем делать. И у нас есть p-model, это то распределение, которое мы можем научить и мерить из него новые картинки. И наша задача сделать так, чтобы p-model был очень похожим на p-data. Тут, наверное, все понятно. Как померить похожесть? Вообще, это довольно серьезная задача, которая является одной из центральных вообще в задачах генеративных моделей, в особенности для генеративных соцсетательных сетей. Но первый способ, который исторически появился и который приходит нам в голову, это, например, померить расстояние между распределениями при помощи дивергенции кульба-калия века. Напомню, мне кажется, что, наверное, все с этим сталкивались, но если вы не сталкивались, ничего страшного, это несимметричная мера подобия между двумя распределениями, которая говорит о том, насколько распределение p, насколько распределение q похоже на распределение p. То есть у нас есть некоторое true распределение p, и у нас есть некоторое новое распределение q, и мы пытаемся понять, насколько q похоже на p. Фактически это относительно энтропии. То есть, если вы вспомните определение энтропии, собственно, мат ожидания числа бит, которые нам нужно использовать, чтобы закодировать что-то. Здесь у нас фактически тоже мотожидание того, насколько распределение P не похоже на Q. При этом, что важно, распределение, то есть у нас есть логарифм P на Q, это непохожесть. Но поскольку это мотожидание, то мы берем вероятность этого события. Вероятность этого события сдается истинным распределением P. Поэтому, к сожалению, эта мера не симметрична. Но это и логично, поскольку у нас есть истинное распределение, есть модельное распределение. И мы меряем то, насколько модельное распределение похоже на истинное. У дивергенции Кульба-Колиомера есть довольно много проблем, например, несимметричность. Это все решается по-разному, но пока мы трогать не будем, просто запомним, что нам важно будет в какой-то момент взять меру похожести двух распределений и при почве равных проще думать про Кульба-Колиомер. Ну что ж, собственно, что нам осталось сделать? Нам нужно теперь понять, как работать с этими вероятностными моделями. И в целом, есть два способа, как можно пытаться это решать. Мы можем пытаться в явном виде построить распределение над объектами и дальше пытаться это распределение моделировать. А можем не пытаться его в явном виде задавать, потому что это, вообще говоря, сложно, а просто сразу устроить модель, которая будет вести себя похоже на то, что мы видим в тренировочном множестве. Чуть-чуть устаревшая схема, но все еще вполне себе нормально работающая. Выглядит так. Значит, у нас есть две ветки. Мы все равно, так или иначе, мы все равно работаем с распределениями. Есть модели, которые не работают с распределениями, но они сейчас практически не используются, поэтому мы, естественно, будем мерить правдоподобие. И можно мерить правдоподобие двумя способами. Как я уже сказал, можно в явном виде пытаться задавать вероятность на распределение. И тут тоже есть два подхода. Мы можем пытаться их задавать в явном виде, так, чтобы мерить плотность распределения явно. И там возникают обычные вероятности на графические модели. Но сейчас они не столь эффективны. То есть они классные, потому что мы там можем прям задавать модели распределения, смотреть на то, как переменные между собой взаимодействуют, но нет. И мы можем пытаться работать с плотностью распределения неявно. И тут есть две модели. Мы с вами будем говорить про вариационные автокодировщики. Или можно вообще сказать, что нам не так важно, как выглядит распределение. И тогда мы, собственно, будем говорить, что распределение какое-то есть. И наша сетка просто его пытается моделировать. Но мы это не будем никак в свойствах самой сети прописывать. То есть мы предполагаем, что какое-то распределение есть. Наша сетка как-то с ней взаимодействует. Но напрямую не меряем, как именно. Просто смотрим по результату ее работы. И, собственно, сегодня мы с вами будем довольно бегло касаться и вариационных автокодировщиков, и ганна. И направо, и налево мы пойдем. Итак, есть ли сейчас какие-нибудь вопросы? Если нет, то давайте двигаться в вариационные кодировщики. Значит, сразу спрошу, все ли знакомы с тем, что такое автокодировщики? Если вы не знакомы, пожалуйста, не стесняйтесь говорить. Ну, в общих чертах только. Ну, хорошо. Я, на самом деле, еще раз возьму и повторю эти общие черты. Значит, схема довольно проста. У нас есть две сетки. Наверное, я хочу порисовать. У нас есть две сетки. То есть, вот. Мы не видим, где ты рисуешь. Угу. Угу. Как же так? Я должен получить новую демонстрацию. Так, видно сейчас? Вот, сейчас видно, да. Успех. Значит, у нас есть две сетки. Значит, одна и очень похожа на нее вторая. сюда идет вход. Сюда идет выход. Важно, что между двумя этими сетками есть бутылочная горлышко. Ну, может быть, конечно, не из одного неравна состоится, но из нескольких. Например, здесь вход 1024, а здесь 128. И здесь 1024. Такие сетки используются для восстановления латентного пространства. Например, на вход под это изображение, мы говорим, сетка, верни нам, пожалуйста, на выходе то же самое изображение. И сетке приходится понять, как можно такие изображения эффективно сжимать. Вот здесь называется кодировщик. Чтобы столь же эффективно их и дальше разжимать. Называется декодировщик. И в процессе обучения собственно сеть учится тому, как должно выглядеть латентное пространство изображений, чтобы их можно было эффективно нажимать и разжимать. Это классическая схема. Фактически мы учимся низкоразмерному представлению сложных объектов. там можно учиться чуть более сложным вещам. Например, мы можем пытаться находить изображения с какими-то конкретными признаками, с чем останавливать. Скажем, на входе идут изображения с шумом, а на выходе мы получаем изображение без шума. Или на входе идут изображения людей без усов, на выходе мы получаем изображение людей с усами. Мы можем туда прокидывать какие-то свойства и декодировать и строить латентные представления для трансляции не только изображений живущих в одном пространстве, но и из одного пространства в другое с некоторым хорошо определенным типом преобразования. Собственно, это что такое автокодировщики. Они, на самом деле, с одной стороны, позволяют понять, как устроены вариационные кодировщики, но с другой стороны, немного путают, потому что разница довольно существенна, в том числе и в логике работы, хотя картиночка выглядит похоже. Ну, да ладно. Окей, сейчас будет суперсложная часть. Постарайтесь хотя бы не умереть. То есть, я все равно буду проговаривать и то, что лежит под этим, и что все это значит. Тем не менее, у вас будет довольно много формул. Ого. А мы уже по часу говорим. Ну, ладно. Давайте у вас будет все еще много формул. Значит, что мы хотим? Давайте-ка скажем, что наше большое вероятностное распределение над всеми пикселем изображения на самом деле зависит только от довольно небольшого количества скрытых признаков. Эти скрытые признаки мы назовем Z. Тогда вот это самое распределение кстати, вам ведь видно мышку? Да, видно. Да. тогда вот это самое распределение с параметром дета над множеством объектов будет выражено через форму условной вероятности вот таким образом. Собственно, здесь у нас живет условное распределение X от Z и здесь он живет распределение от Z. Теперь двигаемся дальше. Собственно, мы, поскольку никакие распределения не хотим в явном виде выражать, давайте-ка скажем, что у нас есть сетка. Вот здесь у нас живет Z и бац мы вот здесь при помощи сетки кодируем вот это самое условное распределение X при условии Z. Соответственно, мы будем пытаться как-то обучать сетку, чтобы она нам генерила X из того же самого распределения, что и наши исходные данные. При этом мы начнем с вот этого самого Z. Откуда-то его возьмем, сгенерим. Нам не важно, как устроено проверное распределение пока что. Мы откуда-то его сгенерим и хотим, чтобы наша сетка могла по этому конкретному объекту из априорного распределения сгенерить нам объект из распределения X. Собственно, добавить. В чем беда? Беда в том, что, конечно, мы, во-первых, не знаем, как устроено Z, и в целом мне очень понятно, как это обучать. Где бы нам взять представление о том, как устроено X от Z. Оно очень сложное, и вот этот кусок, эта сетка декодер, но пока что оно никак, ну, как бы, чего-то нам в жизни не хватает. Наверное, не буду спрашивать, почему не хватает, сейчас все поймем. Давайте распишем явно. Вот мы расписали вот так. теперь мы можем поставить задачу. Давайте мы найдем такие оптимальные параметры тета, что минус агрифм правдоподобия будет минимальный. Обычная штука, То есть, в общем, если вы видели постановку задач максимизации правдоподобия, то здесь у вас не должно возникать вопросов. А если не видели, то, наверное, я сейчас не буду это быстренько объяснять. Ну, короче, мы хотим найти параметры тета, которые лучше всего описывают выборку. Мы к ним еще приписали минус алгоритм, потому что мы любим в минимизации делать, и мы любим не уходить в экспоненциальные вычисления, скажем так. В общем, с минус алгоритмами живется хорошо, потому что когда мы перемножаем разные аргументы, жизнь становится больнее. Когда мы прокидываем туда алгоритм, все начинает не перенажаться, а складываться, и с точки зрения вычисления это становится наиболее стабильным и устойчивым подходом. Так вот, вот мы сделали вот так, и как вы думаете, в чем здесь беда? Почему мы не можем брать вот так и решать вот так? Это довольно сложный вопрос. Кроме того, что у нас неоткуда Z брать? Ну, да, кроме того, что нам неоткуда Z брать. Ну, Z мы можем на самом деле сказать, давайте Z распределен по Гауссу. Нет, но если Z распределен по Гауссу, то надо из Гаусса сэмплировать. Да, ничего страшного. Если надо, ну, тогда надо как-то минимизировать сэмплирование. Ну, нет, мы знаем, что мы же не хотим сэмплировать, мы же прям хотим делать аналитическую форму, вот это все, вот у нас есть красивая оптимизационная задача, где нам нужно минимизировать логарифм от интеграла, вот, но тут есть прям такая проблема, такая очень, очень тяжелая. Ну, хорошо, давайте двигаться, потому что мы прям не укладываем все полчаса, очевидно, собственно, вот это прекрасное выражение никак не посчитать, никак, то есть, примерно, ничего не сделать с аналитической точки зрения. То есть, у нас нет доступа никакого, у нас есть два распределения, одно живет непонятно как, как его восстановить, мы умножаем его на какое-то еще распределение, хотим потом интеграм посчитать. как это сделать, непонятно. Вот, но, собственно, можно выкинуться алгоритм, все равно ничего, точнее, минус алгоритм, у нас все равно ничего не изменится, у нас, на самом деле, и саму P от X тоже мы его, как бы, явно в виде прочитать не можем. Что же делать? Давайте-ка мы сделаем сейчас хитрый циклический финтушами и добавим еще одну сеть кодировщик, которая будет пытаться аппроксимировать распределение Z при слове X. Ну, потому что X-то мы наблюдаем, здесь оно будет от других параметров, если там было θ, то здесь FI, и как это будет выглядеть. Значит, вместо того, чтобы в явном виде восстанавливать распределение, мы будем работать только с выборкой и будем пытаться восстанавливать два распределения. одно распределение — это распределение Z при условии X, то есть мы бы хотели, чтобы мы по нашей выборке умели восстанавливать распределение на скрытых параметрах. А вторая сеть, которую мы уже видели, декодирующая, восстанавливать распределение X при условии Z. То есть она должна восстанавливать параметры того, как устроены X при условии Z. при этом, что важно, она должна именно восстанавливать параметры. То есть мы сейчас будем не объекты предсказывать, а мы сейчас будем предсказывать параметры у обоих распределений. И это очень важно. Мы не предсказываем конкретное значение. У нас сеть, которая называется энкодер, предсказывает то, как параметризуется Z при условии X. Ну, например, если это Грингаус, то это среднее, и мы тоже вектор средних и коверационная матрица. Фактически мы, как изначально хотели, говорим, что мы предсказываем распределение, а не сэмплим объекта из них. Как это должно работать в идеале? В идеале мы сначала берем x и получаем объекты распределения z при условии x, точнее, получаем распределение. Собственно, у нас есть μ и у нас есть σ и дальше сэмплируем z из этого распределения. Теперь мы берем z из этого распределения, получаем параметры распределения x при условии z и сэмплируем из него. и теперь мы получаем иксы. То есть мы взяли и дважды просамплировали в одном случае объекты из латентного пространства, в другом случае объекты из нашего исходного пространства. Понятно ли эта идея, или это выглядит слишком безумно? Ну, вроде понятно и даже немного очевидно. Отлично, да. Здесь нет никаких инвестиционных сэмплирований, чтобы вы потом еще целый день думали, что происходит. Да, здесь как бы все напрямую. Собственно, теперь вопрос, как это дело обучать. И да, наверное, давайте мы это скипнем. Я ограничусь только общими рассуждениями. Значит, мы хотим искать наиболее оптимальные параметры тета в декодере. Собственно, мы давайте тогда возьмем и распишем собственно вот этот алгоритм, как мат ожидания этого алгоритма по латентным переменам z. z, которое распределено согласно нашему энкодеру. Дальше мы взяли, подставили вместо вот вот этой вероятности, добавили сюда z. Аккуратненько. Теперь решили все это делать, еще намножить на q, φ. Теперь мы решили взять и поиграться с композицией. То есть, мы вот это вот произведение разбили на три слагаемых. Одно слагаемое, второе слагаемое и третье слагаемое. И совершенно внезапно вот это оказалось дивергенцией кульбоколебер. Можно потом посмотреть на формулы, сейчас я не буду на этом останавливаться. И вот это оказалось дивергенцией. Сейчас включу вот эту дивергенцию в состоянии между этими распределениями и вот эту тоже дивергенцию в состоянии между этими распределениями. И вот так мы получили вот такие три слагаемых, с которыми нам стало жить немножко проще. Ну как, у нас вот это вот, то, что мы можем оценить при помощи декодера. То есть мы можем оценить, чему равно вот этому от ожидания, посэмплив несколько объектов x и, собственно, понять, насколько мы угадали с распределением. У нас есть второе слагаемое, расстояние KL между тем, что у нас есть на входе в энкодер и тем, что у нас есть z. Тоже можем померить. И есть вот эта штука, с которой примерно ничего не сделать, потому что у нас нет доступа к z по x, ну потому что z это какая-то странная переменная, что с ней делать. Но мы знаем, что дивергенция кульбакалиомира неотрицательна, поэтому вместо того, чтобы честно это считать, мы скажем, что пускай она будет положительна. Соответственно, мы будем оценивать не по всему функционалу, а по нижней границе этого функционала. вот это мы можем высчитать. Более того, это гладко, так что мы можем считать градиент, и мы можем использовать градиентный спуск, чтобы оптимизировать вот этот функционал. Так что будем делать так, поскольку вот эту вещь мы не оценим в текущей постановке, то хотя бы вот эту вещь оценим. ну и давайте поймем, как все это дело обучается. Мы берем объекты нашей выборки, бьем их на мини-батч. Дальше для каждого мини-батча мы пропускаем объект через энкодер, собственно, берем весь мини-батч, пропускаем, получаем оценки на параметры для Z, дальше оттуда сэмплируем Z в том же количестве. Теперь пропускаем Z через декодер, получаем объекты из X, сэмплируем их, получаем объекты из как бы нового распределения, и теперь мы должны понять, насколько объекты, которые мы посэмплили, похожи на те объекты, которые были. Не в смысле, что каждый похож на каждый, а насколько распределение над этими объектами похоже друг на друга. Фактически мы будем аппроксимировать вот эту вещь, то, насколько нам удалось их посэмплить, и вот эта вещь, то, насколько нам удалось посэмплить Z фактически. Все, конец, дальше мы можем спускаться градиентным отпуском и считать лосс от этой штуки, производный от лосса по этой штуке, и апдейтить наши параметры. То есть обучение в принципе не сильно отличается от обучения сети, с той лишь разницей, что у нас есть два шага самплирования. У нас не прямой пропагейшен, а пропагейшен самплирования, пропагейшен самплирования. Это очень важно, это супер сильно отличается от того, как устроен, например, автом noticed, и то, как его считается, тоже сильно отличается от того, как устроено в тринкодер. Вот. А есть ли здесь вопросы? Если вопросов нет, то давайте, собственно, поймем, как теперь это дело использовать. Это дело использовать довольно несложно. Нам нужно... Мы обучили две сети. У нас есть веса. И теперь мы просто берем и самплируем объекты из... То есть мы берем Z, и мы самплируем объекты из Z, получаем новые объекты из X. Все, что, собственно, мы хотели, то мы и получили. При этом, что важно? Важно, что мы, вообще говоря, ни в каком-то времени не говорили о том, как аплёрно устроен Z. Я уже намекал, а сейчас скажу явно. Мы, вообще говоря, должны задать то, как Z распределены. То есть мы должны сказать, что, допустим, это все Z распределены по гаусяну. Мы не знаем параметров. Вот мы их обучаем в процессе. Но саму форму распределения нужно задавать вначале. То же самое, в принципе, с любой задачей параметрического восстановления плотности. Мы не знаем параметров распределений, но мы примерно знаем, как эти распределения должны быть устроены. То есть мы заранее говорим, что мы выбираем лучше из гаусян. Или мы выбираем лучше из гаусян. Сейчас. О, боже мой. Я забыл остальные распределения. Что еще бывает? Лапусян, да. Диреклитян. В общем, чего угодно. И получаем лучшие параметры этого распределения. В принципе, выбор как такового распределения не важен с точки зрения качества, но важен с точки зрения способности сетки обучаться. То есть мы не с любым распределением будем столь же хорошо и весело работать, как, например, с гауссовским. Есть ли здесь какие-то вопросы? Окей. Ну, собственно, если говорить про анализ автокодировщиков, то сейчас они, в принципе, вполне конкретно способны с ганами. И особенно всякие кондишнл-лища хорошо делать с аварационными кодировщиками. В принципе, оно позволяет довольно сильно конфигурировать себя за счет правильного подбора правильных распределений и за счет того, что мы можем налагать дополнительные условия на эти самые распределения. Но оно тяжело с точки зрения понимания, что там происходит. Опять же, есть принцип обучения через нижнюю границу не единственный, как можно обучать. Сейчас появились более продвинутые штуки, но мы про них, конечно, сейчас говорить не будем. Окей. И вот мы, с одной стороны, подобрались к второй части про генеративные сетки, но, с другой стороны, мы уже общаемся сильно дольше, чем я планировал начально. Мы можем поступить двумя способами. Мы можем попытаться продолжить сейчас, или мы можем перенести, например, на следующее воскресенье. Ну, тут кому удобнее. Давай, Дед. Тебе удобно, если мы сейчас продолжим? Кажется, что да. Тогда давайте продолжим, пожалуйста. Да, хорошо, давайте. Окей. Итак, мы сейчас довольно быстро прибежались по автоконировщикам. Теперь поехали в генеративные сетки. Значит, давайте, во-первых, скажем, что все-таки издавать распределение как-то, ну, мы вносим какой-то байос. Нам нужно как-то работать с этими распределениями латентными. Это не очень хорошо. Так что давайте мы просто скажем, что у нас просто есть какое-то непонятно, как устроено латентное пространство Z, которое кодирует все наши объекты. И мы хотим построить сетку, которая просто из этого латентного пространства преобразует нам в наш новый объект. И теперь давайте попробуем сделать количество сеток тоже равным двум. Но если в автокодировщиках у нас было две сетки, которые работали сообща, одна кодировала, вторая декодировала, то сейчас у нас сетки будут заниматься противоборствами. Собственно, у нас будет две сетки. Она называется генератор, вторая дискриминатора. И они будут пытаться противостоять. Собственно, генератор будет пытаться генерировать изображение, которое выглядит довольно правдоподобно. А дискриминатор будет пытаться отличать настоящее изображение от сгенерированных. Я напомню, что у нас все так же есть база с реальными изображениями. И эта база содержит в себе реальные изображения. Поэтому у нас есть тренировочное множество. Но плюс генератор будет нам поставлять образцы своего творчества. Поэтому дискриминатор будет начал тестироваться. Тут, в общем, пока все супер понятно. Давайте попробуем понять, как это все должно обучаться. Значит, да, понятно, что с точки зрения самих сетей у нас есть генератор, точнее, у нас есть дискриминатор, который на ход получает изображение. На выход возвращает нам да-нет. И у нас есть... Сейчас, почему я написал, что это генератор? Среди дискриминатора. И у нас есть генератор, который на вход получает какое-то число заряды, шум, точнее, не число, а вектор. И на выходе должен давать нам изображение. Соответственно, если, скажем, в качестве дискриминатора у нас кондуляционная сеть, то в качестве генератора у нас будет декануляционная сеть. Интересно, то же самое верно и для автоэнкодера. В принципе, мы видим по принципу того, как они нарисованы, что они довольно хорошо мапятся. То, что я нарисовал до этого. То есть можно провести некоторые аналогии по тому, как они могут быть устроены. Хотя, конечно, это довольно грубое соотнесение. И никто не требует, чтобы оно было так. Тем более, что нельзя будет собрать из дискриминатора генератора и автоэнкодера. Потому что здесь разные выходы, например. Однако какие-то структурные сходства все-таки сохраняются. Как это дело обучать? Значит, у нас есть... Их можно соединить вот таким образом. Давайте еще раз проверим. Вот этот объект и параметр в Z. Это генератор, который возвращает картинку. К картинке поступает на дискриминатор, и он должен сказать, что это настоящая картинка или фальшивая картинка. И на выходе мы можем посмотреть. На что мы смотрим? Ну, понятно, что для дискриминатора мы смотрим на то, угадал он или не угадал. Соответственно, мы бы хотели штрафовать дискриминатор за то, что он не угадал. Соответственно, если он не угадывает, то, как и любая другая дискриминационная модель, она получает лосс. А если угадывает, то лосс равен нулю. Однако, в случае с генератором, мы заинтересованы в том, чтобы генератор штрафовали тогда, когда дискриминатор не угадывает. А, пардон, угадывает. То есть генератор должен пытаться обмануть дискриминатор, а значит, его лосс должен быть тогда, когда дискриминатор возвращает правильный ответ. Соответственно, всю эту историю можно расписать в качестве минимаксной игры. У нас есть вот такая совместная функция. Что здесь написано? Вот здесь мы пытаемся написать, что у нас есть ошибка дискриминатора, точнее, его ответ. На тех данных, которые являются реальными, мы будем его штрафовать за то, что он угадал неправильно. То есть за степень похожести его ответов на единички. То есть мы бы хотели, чтобы на все объекты, живущие в реальном распределении, он давал максимальный ответ. Дальше. Теперь мы бы хотели, чтобы на все эти объекты, которые сгенерированы из пространства Z генератором дискриминатор, получив на вход генератор, точнее, результат работы генератора, давал ноль. Итого. То есть мы хотим здесь, чтобы когда все было хорошо, дискриминатор не ошибался, чтобы когда все было плохо, дискриминатор ошибался. Не ошибался, в общем, давал здесь ответственность, что все хорошо, а здесь что все плохо. При этом мы максимизируем эту сумму по дискриминатору и минимизируем по генератору, потому что для дискриминатора мы хотим, чтобы он работал хорошо, не ошибался, а для генератора мы хотим, чтобы он, наоборот, максимально хорошо обдуривал дискриминатор. Итого, у нас есть два функционала, минимум по одним параметрам, максимум по другим. Естественно, с этим работать не очень удобно, поэтому давайте-ка сделаем так. Во-первых, мы скажем, что у нас дискриминатор — это некоторый дифференцируемый модуль, как и любая сеть. Генератор тоже дифференцируемый модуль. Теперь будем делать последовательно две вещи. Мы разобьем нашу мини-максную игру на два итеративных шага. Сначала мы будем обучать дискриминатора. Сначала мы скажем, что дискриминатор должен работать хорошо, все угадывать. Это логично. То есть мы берем лосс, и вот этот самый лосс общий, и прокидываем его только в дискриминатор. Более интересно, то, когда мы обучаем генератор. Значит, понятно, что вот этот компонент от генератора не зависит. То, насколько хорошо дискриминатор классифицирует нормальные картинки. Хотя, конечно, он зависит, но потому что понятно, что если мы испортим генератор, он будет и на нормальных картинках ошибаться. Но мы будем смотреть только на… Если мы используем дискриминатор, то он будет на нормальных картинках тоже ошибаться. Но мы будем смотреть только на те фейковые изображения, которые генерирует генератор. И будем смотреть на ошибку на них. И будем, естественно, минимизировать вот эту часть. А понятно ли это? На удивление, да. Хорошо. А как это должно работать? То есть, вот у вас две функции ошибок. Я сказал, что мы сначала одну используем, потом другую, но как это работать должно в жизни? То есть, мы ведь... Да, попробуйте ответить на этот вопрос. Хотя я его и поставил не очень хорошо. Как работать? В смысле, на inference или как это обучать? Да, как это обучать. Ну, последовательно, наверное. Ну, собственно, да. Мы, как я уже сказал, у нас есть дифференцируемый модуль. Будем продвигать вот это сюда. Но в чем проблема? Проблема в том, что, используя вот эту ошибку, мы ведь сначала поменяем веса здесь, а потом поменяем веса здесь. Хотя, казалось бы, мы будем вместо того, чтобы хвалить генератор за плохое поведение дискриминатора, будем генератор штрафовать. И наоборот. Когда мы используем вот эту ошибку, мы будем хвалить генератор за плохое поведение дискриминатора, но и сам дискриминатор мы тоже будем наказывать за его плохое... Ну, в общем... Так, я опять путаюсь в этих бинарных историях. Значит, мы будем хвалить генератора за плохое поведение дискриминатора, но и сам дискриминатор мы тоже будем хвалить за его плохое поведение. То есть, фактически, это все еще разно направлено на ошибки. И их просто так использовать нельзя. Чтобы можно было их использовать, мы, на самом деле, должны зафиксировать... Так, сейчас. Окей. Да. Мы должны, на самом деле, зафиксировать веса на разных шагах. То есть, когда мы обучаем дискриминатор, мы не меняем веса генератора. То есть, как бы, все то, что здесь изменилось, мы, конечно, можем дальше прокинуть, но веса не должны меняться. То же самое и здесь. Когда мы обучаем генератор, нам все еще нужен дискриминатор с его весами, чтобы считать частные производные. И мы действительно считаем частные производные. Однако, мы не используем эти частные производные, чтобы менять веса дискриминатора. Мы просто их используем, чтобы почитать частные производные лоса по входу в дискриминатор и прокинуть их в генератор, чтобы поменять веса у него. То есть, фактически, мы будем заниматься такими классными вещами. Мы сначала берем работающий генератор, работающий дискриминатор, фиксируем генератор, который генерит чушь, показываем дискриминатор, и дискриминатор довольно легко начинает отличать одно от другого. Потом мы берем эти ошибки и учим генератор генерировать что-то, что позволит лучше обучать дискриминатору. При этом дискриминатор фиксирован. Итак, мы идем итеративно пока не сойдемся. До чего мы должны дойти, я еще вернусь. Значит, что еще важно, на самом деле, в реальности довольно плохо использовать вот давайте, у нас есть вот этот вот кусок, алгоритм от единицы минуса генератора. И он настроен вот так. В целом, довольно плохо его использовать. Почему? Потому что в самом-самом начале мы будем находиться вот здесь. То есть у нас будет вот здесь у нас плато, и вот здесь начинается нормальный сигнал. Так вот, мы будем начинать на самом деле сначала здесь, потому что ответ дискриминатора будет типа около нуля. Вот тут мы пытаемся оптимизировать ответ дискриминатора на фейковое изображение. так вот, когда он находится вот здесь, он около нуля, и производим тоже, на самом деле, довольно полога. И она не будет сильно менять, сильно меняться. И не будет сильно обучать веса. Поэтому мы будем очень медленно подвигаться к ситуации, когда мы в реальности обучимся нормально генерируем из плохих картинки. Поэтому мы бы хотели перейти к обратной функции. Не один минус ответ дискриминатора, а просто минус ответ дискриминатора. Она строена ровно вот так. И в самом начале, когда нам нужно больше обучать генератор, мы будем получать хорошие сигналы. А уже когда мы научимся неплохо так обманывать дискриминатор, мы сможем, мы будем получать не такие большие изменения веса. Понятно ли эта идея? То есть в самом начале дискриминатор довольно просто отличать фейковое изображение от нефейковое. И ответ дискриминатора будет вот здесь. То есть вот тут. Соответственно, мы будем получать лосс вот такой и частнопрозводная по нему будет плоской. Генератор будет слабо меняться. А вместо этого мы инвертируем функцию. Так что теперь, когда мы не можем обманывать дискриминатор, мы наоборот больше лосса получаем и частнопрозводная тоже больше. Это такой простой трюк. Мы можем как-то сначала, когда обучаем, использовать функцию, которая зеленая, а потом, которая синяя. А зачем? А зачем? То есть нам не... Когда мы научились дискриминаторов обманывать хорошо, нам же не нужно, чтобы мы сильно меняли веса. Нас по ней устраивает, когда, находясь здесь, то есть это хороший сигнал. Это значит, что мы уверенно обманываем дискриминаторов. А значит, все хорошо, и зачем нам что-то сильно менять? Ну, можно еще лучше попробовать. Ну, не-не-не-не. Это же стандартная история. То есть, чем мы ближе к итоговому функционалу качества, тем меньше мы хотим прыгать. И один из стандартных трюков в градиентном спуске уменьшать со временем градиентный шаг. И, в принципе, все современные градиентного спуска от дама и до дама на этом и основаны. Правда, они делают это немножко хитрее в зависимости от того, как именно устроена поверхность. Но они так или иначе приводят то, что... И уменьшать, и увеличивать, и там как-то синусоидный сигнал делать по шагу. То есть, здесь это не работает? Нет, в принципе, тоже можно делать, но зачем? Но зачем? То есть, чем лучше мы перформим, тем меньше мы хотим изменений. Это такая довольно стандартная штука. То есть, мы, конечно, можем хотеть выпрыгивать иногда, мы можем... То есть, понятно, что когда мы уменьшаем размер шага, то мы рискуем застрять в локальном оптимуме и неплохо из него выпрыгивать. Но это уже такая, типа, эвристика над эвристикой. И, опять же, тут тоже можно приметить, и мы об этом немного поговорим сегодня. Или не поговорим сегодня, я уже не знаю, спеем или нет. Вот. Но в целом, как базовая кривая, зеленая нам подходит намного больше, чем синяя. Вот. Ну что ж, давайте дальше. Это мы уже обсудили. Собственно, мы сначала обучаем одну модель, потом вторую модель, потом снова. и меняем все время, как в результате должно выглядеть то, что мы хотим получить. Значит, как читать эту картинку? У нас есть некоторое true распределение, это такой большой черный пунктир. Вот так устроены настоящие картинки. Зеленым цветом показано то, как сейчас устроен наш генератор, какое распределение он возвращает. А синим пунктиром показано то, как устроен наш дискриминатор. Собственно, дискриминатор пытается учить кривую, которая хорошо разделяет эти два распределения. А на первом шаге, да, и, собственно, вот вот наше отображение из Z в X, оно устроено вот так. То есть, типа, мы немножко промахиваемся. А на первом шаге мы берем, обучаем дискриминатор, вот он сначала был просто randomly initialized, но потом он взял и стал довольно хорошо разделять вот это распределение от вот этого. То есть, когда объект здесь, он считает, что это нормальный, а когда объект здесь, он считает, что это фейковый. И это, типа, оптимальная байсовская классификация. Мы взяли эти ошибки и показали их генератору. Собственно, генератор понял, что у него есть некоторые проблемы с тем, чтобы обучать что-то вот в этой части, и его отображение смещено. Поэтому он немножко подвинулся. Дальше, собственно, дискриминатор тоже подвинется и так далее. И в идеале мы должны прийти к такой картинке, когда распределение истинное и распределение генератора настолько неотличимое, что дискриминатор пасует перед этой задачей, значит, мы достигли того прекрасного состояния, когда генератор генерирует совершенно неотличимое от реальных. И в идеальном мире мы бы хотели обучать генератор генерировать до тех пор, пока он не полностью обманет с генератором. Однако, есть огромное количество проблем. И фактически вся теория вокруг негативных сетей, помимо того, чтобы пытаться их объяснить, ускорить и улучшить, состоит в том, как вообще добиться сходимости и как избегать тех проблем, которые возникают, когда этой сходимости нет, или которые возникают, когда сходимость достигается, но ожидаемого эффекта у нас нет. А вообще говоря, у нас нет никаких гарантий того, что мы сойдемся. То есть, примерно никаких. Почему? Потому что это, говоря простым языком, не залезая в технологию, у нас есть два компонента, которые мы подчеркнули и улучшаем. И в той схеме, которую я сказал вам изначально, теоретически мы можем их улучшать все время как-то не здорово. Есть суперклассическая проблема, которая называется мод коллапс или по-русски я завод как-то по-русски называется. Ну, в общем, по-русски обычно говорят мод коллапс и все все понимают. Что это такое? Значит, у нас очень редко, когда распределение бывает таким классным, как гаусс, одно мерный. Обычно распределение устроено как-то вот так. У нас есть сразу несколько пиков этих распределений. Давайте думать про цифры. Например, мы герем картинки, которые содержат цифры. И с точки зрения распределений у нас будет один пик, связанный с единичкой, один пик, связанный с двойкой, они, естественно, все будут в разных местах, один пик с разной стройкой. И в целом все распределения довольно-таки многоголовые. Проблема в том, что классическим ганам очень сложно все эти пики находить. То есть, чтобы делать классический ган, он, скажем, научится хорошо распределить вот этот пик, он научится хорошо распределить вот этот пик. И в итоге вместо всего многообразия цифр, мы будем возвращать только двойку и девятку. Хотя, конечно, мы бы хотели, чтобы мы воспользовались все многообразие. А если мы будем думать про нехорошо перечислимые классы, например, когда мы пытаемся генерить птиц, мы будем вместо всех возможных птиц хорошо генерить жаворенков и кукушек. довольно неприятно. Собственно, мод коллапс как раз говорит о том, что у нас есть вот эта мода, и мы их просто игнорируем. Они не попали в то и то распределение, умеет находить генерить генератор. Трое проблема — это осцилляция. Если дискриминатор достаточно умен, то он вполне может понять, что когда к нему приходит вот такой девятка или четверка, то ему выгодно эти девятки или четверки относить к файковым изображению. А вот все, что, скажем, типа семерка, вполне нормально. Генератор, если он тоже будет довольно хорошо обучаться, поймет, что генерить девятки и четверки неинтересно и начнет генерить, например, семерки. Дискриминатор перестроится и начнет банить за семерки. Генератор снова вернется, скажем, к четверкам и к пятеркам. Это называется осцилляция. То есть фактически, поскольку у нас мини-максная игра, хотя и разбитая, мы потенциально можем наблюдать множество точек оптимума, которые не являются оптимумом по нашу. И, соответственно, когда одна из сеток будет пытаться вырваться в лучшую сторону, то этот оптимум перестанет быть и для второй сетки, и так они будут ходить по этим частым оптимумам в поисках идеальной ситуации, которая никогда не наступит. К сожалению, из-за этого у нас нет никакого понимания того, когда нам стоит останавливаться. А в большинстве случаев, когда мы говорим про обычную сетку на классификацию, мы все-таки понимаем, что качество будет сходиться. То есть на двадцатой эпохе и на сотой эпохе, скорее всего, качество будет сильно в пользу сотой эпохи. Тогда, как в случае с ганами, ванильными в том числе, бывает так, что качество на двадцатой эпохе сильно лучше, чем на сотой. То есть процесс схождения и расхождения неразрывно связан между собой. А поскольку мы... Да, сцеляция возникает не только поэтому, а сцеляция в целом возникает, потому что одна из сеток начинает работать лучше, чем другая некоторое время, а потом вторая подтягивается и, то есть, например, сначала ган научился хорошо обдуривать дискриминатор и получать красивое изображение. Потом дискриминатор подтянулся, и ган, чтобы продолжать обдуривать дискриминатор, пошел в какую-то совсем другую сторону, и его изображения стали работать лучше на этом конкретном дискриминаторе, но в целом выглядит сильно хуже. Поэтому большая проблема непонятна, когда, собственно, устанавливается. Естественно, что красивая картинка, которую я показывал только что справа, практически никогда не возникает. И, более того, судить только по дискриминатору о том, что мы закончили, тоже бывает сложно, потому что дискриминатор по качеству работы все время меняется. Да, собственно, здесь я показывал, что бывает, уже нарисовал. В общем, у нас есть разные моды, и вот то, как должно выглядеть целевое распределение. У нас есть куча разных маленьких гаусиан под каждый класс, но, к сожалению, сетка осцелирует между разными цифрами. Например, сначала нагиганить денечки, потом нагиганить нолики. А, да, есть ли вопросы по проходящему? Можно вот вопрос? Вот с птицами пример. Например, если у нас там начали хорошо генерировать птиц, получаем хороших птиц на 50-й итерации, а потом на 500-й итерации это уже какой-то авангардизм случается, и там уже птиц совсем не узнают. Это происходит из осцелляции. Не, не только там, но осцелляция, когда мы периодически достигаем оптимума, потом уходим из этого оптимума. Или когда мы достигаем одни моды или другие моды, мы можем просто начинать расходиться. То есть, скажем, из-за того, что дискриминатор стал работать сильно лучше, генератор может повести не в ту сторону. То есть, уже не обязательно, что мы совсем, не обязательно, что мы там увидим птиц. Да, да. Поэтому довольно часто бывает так, что показывать результат работы не последней эпохи, а лучшей эпохи. Золотой век наступил когда-то раньше. А лучшие с точки зрения человека? То есть, визуально оцениваться? Ну, да. С точки зрения тех критериев, которые у нас есть. Ну, обычно, да, обычные тассесоры, хотя есть автоматические скоры на оценку качества, но понятно, что как только у нас есть автоматические скоры на оценку качества, возникает плохо инклинируемая потребность эти скоры добавить в УАЗ на обучение, и там начинают возникать всякие интересные спецэффекты. То есть, иногда это помогает, иногда, наоборот, мешает. Потому что, понятно, что нет совершенных скоров, и на эти скоры тоже можно переобучиться, что, в принципе, не что-то плохо, но, опять же, конечная оценка все-таки чаще всего человеческая, и она с этими скорами тоже может довольно сильно расходиться. Вот разное, ну, я так понимаю, сначала идет какое-то количество итераций на генератор, потом на дискриминатор. Получается, в каждом конкретном случае надо подбирать количество итераций, сколько будет работать генератор, сколько будет работать дискриминатор, или она должна быть равна, или... Тут есть, да, это хорошо. Да, собственно, с которым остановки проблемы, тут есть много разных трюков, есть большая проблема, когда дискриминатор обучается быстрее, чем генератор. Почему? Потому что как только дискриминатор стал прям сильно хороший, у генератора лосс становится похожим на плато. То есть, в общем, дискриминатор легко отбраковывает любые попытки генератора сделать отстойщее. То есть, почему? Потому что как бы, генератору нужно с точки зрения обучения понимание, куда двигаться. А когда дискриминатор почти на любое изменение говорит, нет, это фигня, у генератора будет случаться ступор, ему сильно сложнее обучаться. Ему было бы приятнее, если бы он мог, в общем, да, это как играть с более сильным соперником, сильно более сильным соперником. Можно ничего не обучиться. То есть, важно, чтобы дискриминатор был примерно той же сложности, что и генератор, и это бы давало какое-то направление генератору. То есть, на типа его хороший ход генератор бы лучше обманывался, чем на плохой ход генератора. И это суперсложно обеспечить. И есть довольно много техник на тему того, как это делать. То есть, например, обучать генератор не на последнем дискриминаторе, а на предыдущем. Предыдущие тратцы дискриминатора. То есть, у нас как бы они идут довольно-таки независимо подстраивать обучение дискриминатора, смотреть на то, как устроены лоссы, и если там преимущество в сторону дискриминатора становится, то уменьшать процесс обучения дискриминатором. Но обычно это не по числу шабов делается, а по, собственно, коэффициенту при лоссе или по гражданинкому шагу. А такой вопрос скорее такой полуэвристический. Вот если в примере с цифрами мы видим, что у нас генератор начал генерить только единицы и возникает то есть остилляция, то мы можем как-то, меняя датасет, то есть соотношение единиц двоек-троек как-то влиять вот на то, чтобы остилляция там уходила или не наступала. Да, это прям хорошая идея. Она хороша с тем, что она, по идее, должна помочь. Плохо тем, что нам нужно фактически глазами следить за тем, что происходит. Потому что, то есть, в случае цифр понятно, у нас вот, типа, красиво распределировано. Цифры, наверное, чтобы никак не сразу понятно. То есть, они действительно будут выглядеть как куча маленьких распределений довольно далеких друг от друга. Но в более сложном случае, когда у нас многомерные пики, мы так запросто не сможем задетектировать, что мы начали, что не все моды покрыты. То есть, мы не знаем про распределение и глазами тоже не сможем это понять, как они выглядят. Поэтому на практике так, мне кажется, очень сложно сделать, но это прям идея очень здоровая. так, есть ли еще вопросы? Ну, в общем, давайте тогда посмотрим, что запросто можно делать с мод-коллапсом. Значит, давайте сразу попробуем. Раз уж мы сказали, что у нас есть разные моды, почему бы нам не попытаться в явном виде просить восстанавливать распределение под каждую из мод. То есть, например, с цифрами давайте мы попросим генератор генерить не просто картинку с цифрами, а картинку с конкретной цифрой, с единичкой, с двой перестройкой. Тогда мы сможем добиться того, что у нас будет более простые распределения для каждого класса, и тогда есть шанс, что этот самый генератор ничего не забудет. Тогда же нам нужно будет подавать эту цифру и на вход дискриминатору, чтобы он не только понимал, фейковая картинка или нет, а заодно и определял, насколько эта картинка соответствует классу. Достигается это довольно просто. Значит, скажем, что у нас контекст это Y, тогда мы запросто переписываем целевую функцию. Мы просто должны оценить, насколько дискриминатор хорошо угадывает в случае, если это реальная картинка, и насколько он хорошо угадывается в случае, если это картинка, которую попросили генератор сгенерить, и, собственно, насколько генератор хорошо обманывает генерия картинки этого класса. То есть первая часть это я озвучил максимум по параметрам дискриминатора, Вторая часть — это минимум по параметрам генератора. Опять же, она точно так же расписывается. Схема выглядит столь же просто. Теперь у нас помимо входа добавляется... Значит, дискриминатору добавляется объект. Точнее, у нас был объект, к нему добавляется метка. К генератору был шум, к нему добавляется метка. То есть теперь генератор должен по вектору шума и вектору контекста придумать объект. А дискриминатор должен по вектору объекта и вектору контекста отличить фейк от нефейк. И в данном случае уже теперь неправильно говорить фейк от нефейка. А в данном случае правильно определить соответствие. То есть дискриминатор пытается... Можно по-разному описать. Но в целом он пытается понять, верно ли, что, например, х — это реальный объект. И если да, то верно ли, что у — это метка х. Потому что довольно бессмысленно пытаться понять, верно ли, что х — это не реальный объект, и у — его метка. Потому что у шума, если генератор не очень хорош, то довольно бессмысленно придумывать метку шума. Поэтому дискриминатор будет пытаться определить, верно ли, что это реально. Если это реально, то верно ли, что это того же класса. Вопрос короткий. Здесь это выглядит именно в выходах дискриминатора как softmax или это такой последовательный лосс? То есть мы бинарно определяем фейк-не-фейк и потом softmax? Нет, мы все сразу определяем, конечно, да. А все сразу это как? Ну, все сразу, например, он, значит, для простоты, если у нас есть один класс, а точнее, пары классов, а, не важно, сколько классов, он разрешает единичку, если это истинный объект с истинной меткой, и ноль, если не так. Ну, а как это выглядит в выходах дискриминатора? Так, ну, там один выход. Ну, то есть это выход, это просто бинарно? Я так понимаю, вход меняется, а не выход. Да, да, да. А понятно, что мы можем делать выход, собственно, softmax на значение, но, опять же, тогда у нас, нам не обязательно предсказывать класс, то есть, грубо говоря, если в softmax мы хотим, чтобы у нас сумма по всем вероятностям была единичкой, и мы как бы говорим, что этот объект принадлежит хотя бы какому-то классу, то в случае кондичного гана нам не обязательно, чтобы эта сумма была равна единичке. Мы можем точно так и сделать выходы на каждый из классов, но не требовать, чтобы сумма была равна единице, а сумма просто не... Точнее, сумма нормирована, но она в плане себе может быть нулем, и значит дискриминатор молодец, и ни к одному из классов эту чушь не отнес, если это был фейк. Понятно. Вот. Да, там, на самом деле, есть разный вариант того, как можно сдавать выход в зависимости от целей, но, в принципе... Да, еще вопрос, на самом деле, что мы хотим дальше делать за дискриминатором, потому что в этой схеме, то есть в предыдущей схеме, нас интересовал только генератор, который бы учился генерить картинки с цифрами. В этой схеме у нас получается еще довольно-таки неплохая модель дискриминатора, которую можно успешно использовать для классификации цифр, и это довольно стандартный подход, как можно взять и дообучить. Поскольку понятно, что есть проблемы с данными, то чем больше у нас данных, тем лучше, и ганы, в том числе, активно используются для аугментации данных, фактически мы получаем модель, которая автоагументирует. А фактически мы, если наладим процесс обучения негерератора и дискриминатора, так, чтобы они шли под руку и один другого не обгонял, то получим модель, которая будет уметь, может быть, не отличать фейковые данные от настоящих, но зато очень хорошо понимать, какому классу объект должен принадлежать. Вот. И это один из стандартных сейчас подходов, потому что обучать сильно дискриминационную модель. брать дискриминатор от генератора. Правда, вот настолько просто это не выглядит, там все-таки нужно чуть-чуть поделать, но не так много, так что это фактически очень хороший способ и просто модель обучать. Хорошо, на самом деле, тут быстрый рассказ про то, собственно, Децаган, что сделал, но фактически взяли все идеи, появившиеся в 2016 году и добавили. Давайте, поскольку я не очень понимаю, насколько вы с этими идеями знакомы, я это скипну. В общем, Децаган просто такая хорошая модель, которая появилась довольно давно уже со всеми state of art, и она ровно подгенерирована картинка. Окей, давайте закончим на моем любимом тесте. Ваша задача определить, какое из этих двух изображений сгенерировано, то есть мужчина или женщина. Давайте я вам дам минутку подумать. Посмотрите внимательно. Собственно, это сетки, которые появились с 12 декабря 2018 года. До сих пор прогресс пошел еще дальше, но пока давайте попробуем решить это. Женщина. Да никакое. Так, никакое, это обе фотографии настоящие. Нет, обе фотографии this person doesn't exist. Что еще раз? This person doesn't exist. Это хитрый мем. This person doesn't exist, это сайт, на котором собственно размещается крово-фотография, сгенерированные. Так. Здесь менее что обе, здесь менее что женщина. Ну, если выбирать из двух, то скорее женщина, кажется. Ага. Да, окей. На самом деле, конечно, да. Обе фотографии сгенерированы. И, понятно, в общем, качество генерации лиц сейчас запредельное. Не только лиц, но, в общем, с лицами был прям... Тут уже понятно, что человеку делать нечего. Естественно, что это не результат каждой генерации. К сожалению, к сожалению, очень много чуши возникает посерединке. А не только посерединке, в смысле, поймем вам. То есть, скажем, это одна из там, десяти или одна из ста. И на одну такую фотографию приходится еще куча картинок, которые очевидно не похожи на человека. С этим тоже борются. И с тех пор прошло немало времени. Там такой же прям... Сейчас все еще нет таких сетей, которые можно было бы радостно брать и брать любой результат. Но процесс в эту сторону идет. Вот. То есть, все-таки распределения получаются не такими идеальными. Хотя и не похожи, но не во всем. Вот. Давайте, наверное, на этой радостной ноте мы закончим. Есть ли у вас в целом вопросы по гадам авторекодера? Если нет, то я могу анонсировать следующую лекцию. Правда, не через неделю я не знаю, когда. Где я бы рассказал поподробнее, что сейчас происходит. То есть, то, что я вам сейчас рассказывал, это такие очень базовые вещи, с которых все начинается. но, конечно, не заканчивается даже близко. Собственно, про авторекодеры и про ганы нужно быть вести отдельную речь, поэтому я, наверное, расскажу все-таки про ганы, потому что там и так куча всего. Всякие расстояния Лассерштейна, сайкл ганы, способы тренировки, как правильно выбирать волосы и все вот это в какой-нибудь следующий раз. Можно спросить про авторекодеры? Конечно. Можно на картинку вернуться, где там был выход с x на среднюю дисперсию и потом z на среднюю дисперсию. Вот, да. А у нас в жизни типа тоже так делается? Я просто я так думал, что у нас генерируется только после x у нас генерируется средняя дисперсия, из которой мы сэмплируем z какой-то вектор и этот вектор z с ним дальше ничего не происходит, он просто идет в какой-то декодер и из него устанавливается картинка или что мы там устанавливаем? Не-не, мы все еще устанавливаем парамет распределения. То есть прям явно и накладываем то, что... Ну, окей. Да. такой вопрос в целом про генеративные модели в картинках. Есть какие-то сейчас бенчмарки, какие-то датасеты, чтобы можно было посмотреть там и оценить в целом, как работает какая-то архитектура? Или все пока только на глаз оценивается? С одной стороны, нет не только на глаз. То есть я говорил, что есть всякие разные скоры на тему по картинкам, например, насколько они правдоподобны, как изображения. Но прям бенчмарковых изображений сейчас я подумаю. Но проблема это в том, что да, все-таки задача генерации и тут сами по себе датасеты не сильно помогают. Понятно. потому что главное просто оценить скорее сами изображения, точнее на тасеты с изображениями, это кусок для того, чтобы потренироваться. А вот начнем сравнивать, как я то есть во-первых, мне сложно представить такое и я такое не видел. Может быть где-то оно есть и кто-то придумал, но обычно все-таки нет. И там, скажем, челленджей на ганы с автоматической проверкой нету. То есть там все равно большой людской трот. Бывают челленджи на ганы, в которых нужно генерить, например, какие-то более легко формализуемые вещи, ну, скажем, типа, то есть если у нас есть алгоритм, который проверяет, например, мы генерируем схему лабиринта и там цель генерирует схему лабиринта, который наиболее длинный, типа а-ля фильм начала или сложно проходимый. Вот, если есть алгоритм, который позволит это проверить, то там такие штуки можно замутить. А вот с изображениями мне кажется, понятно, а по поводу следующей лекции у нас просто уже Cycle Gun был, мы это рассказывали. Так, интересно последствия. Да, да. Могу писать как-то. У тебя есть материалы какой-то, может быть, там на будущее, не на следующее, а потом по реинфорсменту? Да, есть, конечно. Вот, я думаю, это было бы интересно, послушать, у нас вот реинфорсмента еще не было. Ага, хорошо, хорошо. Но там, собственно, видимо, тоже будет, то есть, как получилось, что Cycle Gun был, нет, ну ладно, почему бы нет. Опять же, я могу рассказать про какую-то модель подробно, могу рассказать просто в целом. Рыраль, наверное, в целом. Хорошо. Егор в курсе. Хорошо. Как-нибудь в следующий раз reinforcement training. Круто, спасибо. Да, большое спасибо. Собственно, мы начали на circumvent training, закончили, как я планировал. Прекрасно. Тогда большое спасибо и хорошего остатка дня. Спасибо большое. Да, спасибо. пока. Спасибо. субтитры. Спасибо. Продолжение следует...